Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня хочу с вами поделиться невероятно вкусным рецептом тортика банан в шоколаде. Всем, кто любит шоколад и конечно же бананы, обязательно советую попробовать. Я уверена, он вам очень сильно понравится и станет конечно же фаворитом на вашем столе. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для бисквита нам понадобится 250 грамм темного пива, 180 грамм сливочного масла, 75 грамм какао, 400 грамм сахара, 140 грамм сметаны, 2 яйца, ванильный сахар 10 грамм, 300 грамм муки и 7 грамм соды. Сметану смешиваем с содой и отставляем в сторону приблизительно на 10-15 минут. Сахар соединяем с яйцами, ванильным сахаром и маслом и отправляем взбиваться в миксер приблизительно на 10-15 минут. Сколько вам точно понадобится времени, зависит от мощности вашего миксера. Мой миксер 900 ватт. У вас должна получиться воздушная белая масса. Теперь в нее добавляем сметану смешанную с содой и выливаем пиво. Муку смешиваем с какао до полной однородности. Венчиком вымешиваю до более-менее однородной массы. Можно это сделать и в миксере. Смотрите сами, как вам будет удобнее, потому что в принципе нам уже ничего взбивать не нужно. Размешали смесь и высыпаем муку с какао и размешиваем точно так же венчиком до полной однородности. Тесто делю на две формы диаметром 18 сантиметров и выпекаю в духовке при 180 градусов приблизительно 40-45 минут. Проверяем готовность с сухой зубочисткой. Готовые коржи, не вынимая из формы, оборачиваем пленкой и отправляем в холодильник минимум на 6 часов. Для карамели нам понадобится 100 грамм сахара, 35 грамм сливочного масла и 50 грамм крутого кипятка. В сотейник с толстым дном высыпаем сахар и будем его растапливать до состояния карамели. Нам нужно добиться янтарного цвета. Помешивать сахар не буду, лишь периодически покачивать сотейник. После того, как весь сахар растворился, добавляем сливочное масло и размешиваем до полной однородности. После чего начинаем добавлять кипяток. На данном моменте будьте очень осторожны, смесь будет пузыриться, брызгать. Поэтому добавляйте кипяток за несколько приемов. Три банана режем небольшими дольками и отправляем в наш карамельный соус. Увариваем приблизительно одну минуту, после чего снимаем с огня, сливаем лишнюю жидкость и выкладываем на тарелку. Для бананового крема нам понадобится 3 банана, 250 миллилитров сливок с жирностью 33%, 75 грамм сахарной пудры, 125 грамм воды, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 пакетик ванильного сахара и 10 грамм желатина. Желатин заливаем водой и отставляем в сторону буквально на 10-15 минут льда набухания. Бананы режем, поливаем лимонным соком и пюрируем блендером. Холодные сливки добавляем в ванильный сахар, добиваемся пиков, после чего добавляем сахарную пудру. Затем снижаем миксер на самую минимальную скорость и добавляем банановое пюре. Желатин растапливаем в микроволновке, либо на водяной бане, как вам удобней, и осторожно выливаем в нашу смесь. И вымешиваем миксером до полного объединения. Крем будет слегка жидковат, но вы не пугайтесь, так и должно быть. После застывания он будет иметь нежную и очень воздушную структуру. Каждый бисквит разрезаю на две части, в итоге получается 4 коржа. Форму застилаю ацетатной пленкой, укладываю корж и наливаю третью часть в своего крема, после чего разравниваю и выкладываю в центр карамелизированные бананы. То же самое я буду повторять со вторым и третьим коржом. Пропитки бисквит не требует, но если вы хотите, конечно можно пропитать. Пропитать даже можно сиропом, который остался от карамелизированных бананов. Просто разведите его водой и пропитайте ваши коржи. С того, как сборка закончена, обматываем торт пленкой для того, чтобы не подсыхал верхний корж и оставляем в холодильнике на 6-8 часов для полного застывания и стабилизации. Торт получается высокий и достаточно тяжелый. На выходе без оформления он у меня получился 2 килограмма. Ну и конечно хочу вам показать внутренний мир своего тортика. Он невероятно нежный. Карамелизированные бананы и банановый крем создают что-то невероятное. Для всех, кто любит шоколад и конечно же бананы, советую пробовать. Этот торт станет вашим фаворитом. Вот такой красавец в итоге у вас получится. Ну а я надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!